Не соблазнит ли слугу бархатная узурпация В мире 25 июля 10 Не соблазнит ли слугу бархатная узурпация 21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Которые должны были решить судьбу президента Зеленского Кем он будет свадебным генералом Без большинства в Раде Или все-таки полновластным правителем Украины с подконтрольным ему парламентом И вот победа Партия Зеленского «Слуга народа» не просто заняла первое место Она сформировала большинство Слуги берут более 250 из 450 мест в парламенте А значит, им даже не нужно формировать коалицию Такое количество голосов не получала ни одна партия за всю историю независимой Украины Ранее сообщалось, что, возможно, Зеленский объединится либо с Тимошенко, либо с Вакарчуком Но только для того, чтобы можно было с кем-то разделить ответственность За результаты своих решений и для имиджа Чтобы со стороны не выглядело, что одна партия решает все А с другой стороны, разве избиратель, три дня назад шедший на участке, как на амбразуру, что-то предлагал по поводу голоса или батькивщины А ответственность разделять Это чтобы в случае чего сказать, что это Юля и Слава виноваты Но теперь окончательно стало ясно, что Зеленский не нуждается ни в каком объединении Кроме того, на Украине всегда были сильны традиции перехода депутатов из одной партии в другую в обмен на материальные блага В нынешнюю Раду по одномандатным округам прошло около 50 самовыдвиженцев И весьма вероятно, что часть из них также будет стремиться пополнить ряды президентского большинства Что и подтвердил глава партии «Слуга народа», намекнув, что добирать народ для укрепления большинства они будут среди мажоритарщиков самовыдвиженцев, а не партий Кроме этого, министерскими портфелями победители выборов тоже делиться не собираются, что делает вступление с ними в коалицию бессмысленным актом Абсолютная победа Владимира Зеленского и однопартийное правительство автоматически означают Что президент единолично будет нести ответственность за состояние дел в стране, а также за выполнение своих весьма смелых предвыборных обещаний Еще ни один президент в истории Украины не имел подобного властного ресурса, столь слабой и разрозненной оппозиции И при этом не пробуждал столь значимой надежды сограждан И в новой реальности вполне может произойти бархатная узурпация власти с согласия большинства населения Зеленский становится самодержатцем всей Украины, а фактически диктатором с полностью подконтрольным парламентом И слабая оппозиция в лице партии Медведчука и Порошенко, которые вряд ли смогут договориться между собой А это однозначно развязывает руки президенту И партия «Слуга народа» автоматически превращается в партию «Слуга Зеленского» Команде Зеленского удалось повторить успех президентских выборов Победив по партийным спискам практически во всех регионах страны, кроме Донбасса Где «Слуга народа» уступает оппозиционной платформе и в Львовской области, где победил голос Что будет делать Зеленский с таким мандатом доверия? Украинское общество выдвинуло ему два ключевых требования Мир в Донбассе и чистка элит от коррупционеров И если первое зависит не только от него, но и от заокеанских благодетелей То второе Зеленский уже пообещал сделать после формирования правительства и окончательной заменой силовиков Генпрокурор Луценко, тесно связанный коррупционными и родственными отношениями с кланом Порошенко Несомненно, будет одной из первых жертв чистки Что касается нового премьер-министра, то Зеленский склоняется к кандидатуре аполитичного технократа, который бы устраивал Запад В американской прессе назывался возможный круг претендентов на этот пост В их числе представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, руководители «Нафтогаза» Андрей Кабалеев и Юрий Ветренко Экс-министр экономики Айварас Абрамовичус Победив на всех выборах, Зеленскому формально удалось объединить страну, прежде расколотую по берегам Днепра Новый президент и его партия задекларировали общие для всех украинцев проблемы, которые необходимо решать Разгул коррупции, низкий уровень жизни, проблемы Донбасса, желающего отделиться от Украины Оставив за бортом вечные темы раздора вроде языкового вопроса или внешнеполитической ориентации Избавившись от саботирующего его начинания Порошенковского парламента, Зеленский и подконтрольная ему Верховная Радость могут без помех реализовывать свой курс Начав обновление страны с самих себя уже анонсировано отменно депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте Однако сокрушительная победа Зеленского ставит ряд серьезных вопросов, прежде всего готовы ли Зеленский и его команда к подобному уровню ответственности Учитывая, как спешно формировалась его партия, а также политический дилетантизм самого президента В первых шагах новой команды хватало импровизации, противоречивости и несогласованности ее заявлений и действий А парламентское большинство, сформированное из депутатов-новичков, может стать из высшего законодательного органа страны придатком для новой администрации Есть и другая важная проблема Как воспримет украинское общество, привыкшее скептически относиться к своим правителям как к вечному злу, Зеленского и его молодую команду, так триумфально вошедших во власть Ведь, исходя из сегодняшних реалий, президент может законодательно закрепить навечно свое пребывание на троне, а Конституционный суд, который он тоже постарается обновить, его поддержит Сменяемость власти, пускай со вспышками уличного насилия и массовыми протестами, была одним из главных достижений украинской демократии А противоборство власти и оппозиции в рамках парламента предохранителям от узурпации власти А как себя поведет народный диктатор Зеленский, получивший согласие на власть большинства населения, остается под вопросом И не тяжела ли ему будет шапка Мэномаха? В свое время Владимир был приглашен в известную команду КВН «Запорожье» «Кривой рок-транзит» в качестве постановщика танцевальных номеров Но очень быстро выбился в игроки и затем создал свою команду «Квартал 95», где был и капитаном, и постановщиком, и автором реприз С тех пор вся его жизнь игра Судя по всему, он и в президенты то выдвинулся играючи, талантливо вжившись в образ учителя Голобородько, ставшего главой государства, из своего же сериала «Слуга народа» Может быть, первоначально он хотел просто попробовать свои силы в президентской гонке При этом совершенно не собирался участвовать во втором туре Однако в ходе избирательной гонки выяснилось, что рейтинги такие высокие, что отступать было уже некуда Зеленский обладает качеством, которое можно обозначить как эмоциональный интеллект Это способность чувствовать эмоции и надежды прочих людей, привлекать их на свою сторону, завоевывать поддержку больших групп для достижения значимых целей Он амбициозен, и именно это свойство его характера в свое время вывело его из простого игрока КВН в главного КВНщика Украины Затем он начал создавать собственные телепрограммы На украинском ТВ появился «Вечерний квартал», который собрал многомиллионную аудиторию А дальше пошли и программы, сериалы, в которых он был и сценаристом, и продюсером, и зачастую актером В своем деле Зеленский стал императором Количество рейтинговых комедийных шоу на ТВ-производство его студии исчисляется десятками А сериалы и фильмы, созданные его империей, с успехом идут не только на украинском, но и на российском телевидении В комедии «Ржевский против Наполеона» Зеленский сыграл роль Бонапарта Все отметили, что треуголка Наполеона ему к лицу Зеленский очень рациональный человек У него есть менеджерский опыт Он человек, который умеет принимать решения Он безусловный лидер своей команды Он человек достаточно авторитарный и ему будет сложно делегировать полномочия Некоторые сотрудники его штаба характеризуют Зеленского как жесткого, авторитарного руководителя Случаются ситуации, когда он унижает подчиненных Но они же подтверждают, что Зеленский готов учиться и прислушиваться к чужому мнению Знающие о Зеленского люди характеризуют его как строгого человека и перфекциониста Перфекционист это человек, который стремится к совершенству При этом в коллективе его вообще считают диктаторами за его высокой требовательности У него очень высокая работоспособность Отличное бизнес-чутье Но он не склонен к импровизации Способен ли Зеленский найти достойных и грамотных управленцев в стране Где практически каждый грамотный человек связан с тем или иным олигархом Зеленский шел к власти как президент Который сможет преодолеть раскол Так украинские политики называют состояние гражданской войны В котором находится их страна Который хочет его преодолеть И который должен его преодолеть Как известно, реформы и экономический рост возможны в том случае Если в стране есть стабильность Именно поэтому за Владимира Зеленского и проголосовал Электорат Центральных и Восточных областей страны Рецепт мира прост Нужно восстанавливать отношения с Москвой и начать выполнять Минские соглашения Для начала прекратив обстрелы Донбасса Но достаточно ли у Зеленского политической воли для того Чтобы выполнять рецепт? Не испугается ли он крайне негативной реакцией украинских националистов и неонацистов А также антироссийских элит Запада Готовых и дальше конфликтовать с Россией до последнего украинца Возникает еще один вопрос Как президент Зеленский собирается использовать свои неограниченные полномочия Маленький пример из истории 30 января 1933 года президент Германии Генденбург назначил Рейхсканцеллером Председателем Кабинета Министров Адольфа Гитлера 24 марта 1933 года Рейхстаг, парламент, принял закон о чрезвычайных полномочиях Согласно этому закону, правительству во главе с Рейхсканцеллером Гитлером предоставлялись полномочия по изданию государственных законов Раньше это мог делать только Рейхстаг, а в статье 2 указывалось, что издаваемые таким образом законы могут содержать отступление от Конституции 2 августа 1934 года, в 9 часов утра, в возрасте 86 лет скончался президент Германии Генденбург Спустя 3 часа было объявлено, что в соответствии с законом, принятым Кабинетом Министров за день до смерти президента Функции канцеллера и президента совмещаются в одном лице и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами Титул президента упразднялся, отныне Гитлера следовало называть фюрером и Рейхсканцеллером Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть на верность ни Германии, ни Конституции, а лично ему 19 августа был проведен референдум, на котором эти действия получили одобрение 84,6% электората Адольф Алаизович был творческой натурой В юности сочинил пьесу, писал стихи и навелы, а также сочинил либрита для оперы Вагнера по легенде Виланда и Увертюру Был непризнанным художником, от чего очень страдал Любил детей и собак Занимался самообразованием, впоследствии свободно мог общаться и читать литературу и газеты в оригинале по-французски и по-английски Но, получив абсолютную власть, он превратился в кровавого монстра, пытавшегося поставить на колени весь мир Конечно, это просто пример, не относящийся к новому президенту Украины, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен И для того, чтобы бывший комик не стал кровожадным диктатором, нужны сдержки и противовесы Амбиции Порошенко сдерживала разномастная Верховная Рада, но кто поможет Зеленскому удержаться от соблазна подмять под себя Украину? Парламентское большинство, полностью подчиненное ему Западные партнеры, которые спят и видят сильную, до зубов вооруженную Украину, постоянно создающую проблемы для России Поэтому российскому руководству нельзя бросать нового президента Украины на произвол судьбы и полностью полагаться на опеку западных дядей А тактично подсказать ему, что на Донбассе сейчас проживает много российских граждан, а мы своих не бросаем И иногда и напоминать ему о судьбе грузинского Миха В. Валентинов